Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и знакомиться с их автобиографией. Джон Флаксман. Британский скульптор, рисовальщик, ведущий фигуру британского и европейского неоклассицизма. В начале своей карьеры работал моделистом в гончарной мастерской. Несколько лет провел время, где создавал иллюстрации к своим первым книгам. Был плодовитым изготовителем погребальных памятников. Родился в Йорке 6 июля 1755 года. Его отец известен как формовщик и продавец гипсовых слепков. Был болезненным ребенком, широкоплечем, с головой слишком большой для тела. Мать умерла, когда ему было 9 лет, и отец женился вторично. Мало учился, в основном занимался самообразованием. Получал удовольствие от рисования и лепки. Изучал переводы классической литературы, пытаясь их понять. Клиенты его отца помогали ему книгами, советами, а позже и комиссионными. Особенно значимым был художник Джордж Ромни. И образованный священник Энтони Стивен Мэтью и его жена Мисс Мэтью, в доме которых молодой флагсман встречался с лучшими представителями «синего чулка» в кавычниках того времени. А среди его сверстников были художники Уильям Блейк и Томас Тоттхарт, которые стали дальнейшими его ближайшими друзьями. В возрасте 12 лет получил первую премию общества искусств за медальон и выставлялся в галерее свободного общества художников. В 15 лет получил вторую премию общества искусства, впервые выставленную в Королевской Академии. Поступил в Академию в качестве студента и завоевал серебряную медаль. Продолжал усердно работать как студент, так и участник выставки в Академии, время от времени делая попытки рисовать. С 1775 года работал у гончара и его партнера, для которых его отец также выполнял некоторые работы, создавая рельефы для использования на яшмовой и базальтовой посуде компании. В 1780 году Флэксман также начал зарабатывать деньги, создавая надгробные памятники. На протяжении всей карьеры Флэксман делал мемориальный барельеф от такого типа, который составляет основную часть его творчества. Их можно найти во многих церквях по всей Англии. В 1782 году в возрасте 27 лет женился на Энн Дэнман. Она была хорошо образованной и преданной подругой. Через пять лет после женитьбы Флэксман и его жена отправились в Рим в путешествие. Его альбомы с камбросскими показывают, что в то время он изучал не только классическое, но и средневековое искусство и искусство возрождения. Во время пребывания в Риме создал первую из книжных иллюстраций, благодаря которым ему суждено было прославиться и которые способствовали распространению его влияния по всей Европе. Создал 111 иллюстраций к божественной комедии Данте, которые послужили источником вдохновения таких художников, как Гоя и Энгер. И использовались в качестве академического источника для студентов и искусствоведов XIX века. В 1797 году стал членом Королевской академии. В 1800 году избран действительным академиком, а в 1810 академия назначила его на специально созданную должность профессора скульптуры. Был тщательным и рассудительным преподавателем, и его лекции часто переиздавались. Имя Флаксмана занесено в список на южной стороне мемориала Пердетте Кутса. Умер в возрасте 71 года, 7 декабря 1826 года. Основные публичные коллекции находятся в университетском колледже, в Британском музее и музее Виктории и Альберта. Ну вот так вкратце из переводной Википедии о британском скульптуре рисовальщике Джонни Флексмане. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok